Вот идет, вот пожалуйста, вот они у нас все. Вы в фанкурике пришли покупать? Какие идет? Вот они все, люди эти у нас. Вы здесь в фанкурике покупаете, да? Да бывает. Сегодня завсегдата в киоско ждал неприятный сюрприз. Подкрепиться с утра лосьоном так и не получилось. Здесь всех ждала Екатерина Якимова. Она буквально каждого клиента решила отлавливать лично. Женщина устала, что в ее доме устроили общественный туалет. В нашем доме можно ссать, срать, все ломать. Как вам важно? Крышку мусорпровода открыть мы не можем. Она вся обусына. И внутрь, и сюда, и сюда, и туда. Это происходит каждый день на всех этажах. До Черновой стоит несусветная. Это не только моча, это и говно. И приводится у нас все. Уборщица убирает каждый день и смучилась. Это вот на этих этажах с первого до третьего какают. Сикают. Сегодня экскременты уже убрали. На полу осталась лишь лужа мочи. Жители дома 20 по улице Софиулина уверены, что это делают именно местные алкоголики. Это здесь продолжается с тех пор, когда недалеко от дома начали продавать так называемые фанфурики. Эта дверь была обмазана калом. Сквозь прям все. И там все натоптано было калом. Все ходили и пачкались об эту дверь. Наша съемочная группа уже приезжала сюда два года назад. И жители дома жаловались на эту же проблему. Тогда продавец киоска при виде камеры тут же закрыл ларек на учет. Позже выяснилось, что киоск работает без соответствующих документов. Благодаря тому, что жители подняли шум, торговую точку удалось закрыть. Представляете, прийти домой и вся дверь в дерьме. Ну как это можно? В человеческом дерьме. Это же надо здесь жить. На этот раз приехавшая на место происшествия полиция лишь развела руками. Хозяин ларька имеет право продавать спиртосодержащий тоник. Ведь он предназначен для лица. А то, что кое-кто его применяет внутрь, это проблемы самих потребителей. Фанфурики не продаем. Вы фанфурики не продаем. У нас есть, во-первых, разрешение на это. Это не фанфурики. Это лосьон. Понимаете? Это две разные вещи. Бездомных в данном случае привлечь к ответственности тоже нельзя. Полицейские могут только разве что провести профилактическую беседу о вреде алкоголя. Это дает лечение. Между прочим, это лекарство от всех болезней. Жировых ругайте. Барьба с ларьком продолжается не первый год. Его закрывали, а теперь, как мы видим, открыли вновь. Но теперь, по словам полицейских, правда на стороне продавца. У него есть все разрешительные документы. Поэтому конфликт, похоже, останется неразрешенным еще долгое время.